Слушайте доктора. Такие операции в самом разгаре в вашем центре Аллады. Я знаю, что вы одни из первых их стали делать. И огромное количество людей, кировчан, прошло через ваш центр именно по показаниям к этой операции. И сделали себе новый взгляд, что называется. Давайте мы с вами сразу разберемся, какие бывают виды операции, которые называются блефаропластикой, и что это вообще такое. Да, но действительно блефаропластика является одной из самых распространенных и востребованных операций на сегодняшний день. И, значит, существует два вида блефаропластики. Это верхняя блефаропластика, пластика верхних век, и нижняя блефаропластика, пластика нижних век. Показаниями для верхней и нижней блефаропластики является, во-первых, наличие избытков кожи в области верхних век, так называемое нависание верхних век. а также морщины или наличие жировых грыж в области нижних век. Давайте разберёмся с блефоропластикой, которая касается верхних век. Вы сказали, что нависание верхних век, на мой взгляд, это генетическое изменение. Это какая-то особенность конкретного человека, связанная с его предками, или это в течение жизни что-то такое происходит, что верхние веки нависают? Да, бывает совершенно по-разному. Например, если избытки кожи мы у человека наблюдаем с ранней юности, то по всей вероятности это является наследственным признаком и передалось по наследству от мамы или от папы, от какого-то родственника. Если же изначально избытков кожи не было, а появились они с течением времени, то есть ближе к 40-50 годам, то это является приобретёнными избытками. Но, по сути, и в том, и в другом случае, операция блефоропластика позволяет исправить этот косметический дефект. Открывает глаза, получается, такая операция на верхние веки. Да, в норме считается, что у человека должен быть открыт ресничный край верхнего века. Если это удаётся добиться в ходе операции, то, значит, операция прошла успешно. А у нас целые нации ведь имеют вот такое нависающее веко, да? Это такие люди восточные, скорее туда ближе к Монголии и так далее. Там в силу того, что ветра и пески, да, в своё время как раз сформировался такой взгляд, когда верхнее веко, оно закрывает глаз. Да, совершенно верно. Восточные или азиатские глаза, азиатские веки отличаются от европейских тем, что изначально гораздо больше выражены избытки кожи. Но в конечном итоге, если пациент с восточными веками обращается за помощью, предъявляет жалобу на то, что он хочет сделать взгляд свой более открыт, быть более похожим на представителей европейской расы, европеоидной расы, то таким пациентам мы также выполняем операции. Но, к слову, я должен сказать, что в конечном итоге человек не теряет своей индивидуальности. То есть принадлежность к своей этнической группе, она всё равно будет прослеживаться. Она всё равно будет прослеживаться. Таким образом, мы понимаем, что если это генетические какие-то наследственные вещи, то в любом возрасте, в принципе, если человек совершеннолетний, он может эту операцию сделать. Да, противопоказанием является только наличие серьёзных сопутствующих заболеваний. А мы к ним ещё перейдём. Да, это, как правило, бывает в более старшем возрасте. В более старшем возрасте. Ну вот, кстати говоря, я тут откопала, что это называется этнической блефоропластикой и даже таким сленговым словом «Сингапури». Ну, это как раз речь идёт о том, чтобы восточные глаза после операции выглядели более похожими на европейские. Почему приходится делать блефоропластику на верхнее веко, мы поняли. Почему приходится делать блефоропластику на нижнее веко? Как Вы причины показания? В области нижних век, как правило, не бывает таких больших избытков кожи. Но, опять же, либо с возрастом, либо изначально существуют жировые грыжи. Это такие скопления жировой ткани, которые выходят из полости глазницы и проходят через круговую мышцу глаза и располагаются под кожей. Жировая ткань тянет на себя воду, и поэтому эти пациенты жалуются на наличие значительных отёков в области нижних век. Мешки под глазами. То, что называют в народе мешки под глазами. Для таких пациентов показана операция нижняя блефоропластика. Нижняя блефоропластика может выполняться разными способами. Первая – это традиционная нижняя блефоропластика, которая сопровождается наружным разрезом. Разрез располагается тотчас ниже ресничек и в конечном итоге практически незаметен. Через этот доступ мы отслаиваем кожу в области нижнего века, добираемся до жировых грыж, удаляем их, иссякаем избытки кожи и накладываем швы. В этом заключается традиционная нижняя блефоропластика. Кроме этого, существует такой вид блефоропластики, как трансконъюнктивальная. То есть разрез выполняется не через кожу, а через конъюнктиву. По слизистой. Совершенно верно. По слизистой нижнего века. Эта операция показана не всем. Она показана пациентам, у которых нет избытков кожи. И еще одна категория пациентов, которым показана эта операция, это тем, кто категорически против наружного разреза. Это может быть связано с различными причинами, это может быть склонность к килоидным рудцам, это может быть просто желание пациента. При такой операции мы не можем иссечь избытки кожи, а удаляем только жировые грыжи. И всех пациентов, я предупреждаю, что если имеются избытки кожи, то после проведения трансконъюнктивальной нижней блефоропластики количество морщин может немножко увеличиться. За счет того, что еще убирается дополнительная ткань изнутри, да? Совершенно верно. И как бы опустошается вот это пространство подверг. И весь расчет здесь идет на то, что эта перерастянутая кожа сократится, но насколько велик вот этот ресурс кожи к сокращению... Особенно если пациент в возрасте. Если пациент возрастной, да. Это большой вопрос. Поэтому в таких случаях на первичной консультации пациенту объясняются все тонкости для предстоящего вмешательства и рекомендуется наилучший способ проведения такой операции. А вы скажите, пожалуйста, как это выглядит, вот эти вот жировые, жировая ткань внутри нижнего века? Какой эффект на лице мы видим у человека, от которого имеет такую особенность, которая приходит к вам в консультацию? Это то, что мы видим в области нижних век при пухлости. А, вот мешки эти самые есть, да? Да, вот эти самые мешки, это и есть, они что иное, как жировые грыжи. А когда у тебя под глазами не мешки, а впадины наоборот, такие тёмные впадины бывают, вот с этим можно что-то делать? Значит, если имеются тёмные впадины и нет припухлости, нет отёчности, то таким пациентам, но присутствуют, предположим, крупные морщины, сниженный тургор кожи, ну, тургор или эластичность кожи, то таким пациентам можно сделать блефоропластику. Но эта операция будет направлена на уменьшение количества морщин, поскольку мы будем иссякать перерастянутую кожу. А если жировые грыжи небольшие, то, собственно говоря, их удалять в этом нет необходимости. А что касается заполнения, то этим занимаются у нас косметологи. А это уже совершенно другая тема. Совершенно другая тема. В настоящее время это довольно широко практикуется. То есть все эти процедуры направлены на коррекцию носослёзной борозды. То есть заключаются эти процедуры в том, что в области этой носослёзной борозды вводится филлер или какой-то препарат гиалуроновой кислоты, который заполняет вот эту имеющуюся пустоту. Это тоже происходит с возрастом, когда да? Это происходит не всегда с возрастом. Зачастую это происходит как раз именно в молодом возрасте. А с чем это связано? Это связано, конечно, с какими-то генетическими расположениями. С особенностями, с наследственными какими-то особенностями. Хорошо. Хорошо. Давайте мы поговорим сейчас о том, как человек, который приходит в клинику, как он готовится к операции. Прежде всего, вы сказали, что, конечно же, это будет доверительный такой разговор с врачом. Со всех сторон разные варианты операции обсуждаются. Учитывается пожелание клиента. И в то же время вы разъясняете, почему можно сделать одно и нельзя сделать другое. Кроме этого, что ещё? Совершенно верно. На консультации обсуждаются все вот эти вопросы. И когда пациент принимает решение сделать такую операцию, возникает вопрос, какое необходимо пройти обследование. Я должен сказать, что обследование проходится в стенах медицинского центра ЭЛЛАДА. Для этого у нас есть абсолютно все условия. То есть назначается список анализов и каких-то дополнительных исследований, которые пациент должен пройти. Он приходит, в комфортных условиях всё это делает. Занимает это буквально 15-20 минут. И назначается день операции. К дню операции все анализы уже готовы. Пациент полностью обследован. Если возникают какие-то вопросы по результатам анализов, то, естественно, если какие-то серьёзные выявляются проблемы, пациент направляется на дообследование, либо ему отказываться в операции. Но есть конкретные противопоказания. Кому ни в коем случае нельзя делать такую операцию? Ну, таких, конечно, не очень много случаев. Но если пациент приходит в состоянии декомпенсации, например, сахарного диабета, конечно, в таком случае операцию мы не делаем. А делаем её только в том случае, когда он сходит на консультацию к эндокринологу, нормализуется его сахар, то есть сахарный диабет придёт в стадию компенсации. В таких случаях это уже не является противопоказанием. Ну и также обострение любых хронических заболеваний, инфаркты в остром периоде – это всё является противопоказанием для подобных вмешательств. Это тоже всё обсуждается в период консультации с врачом. Итак, анализы можем мы сделать прямо в центре и назначить время операции. Время операции тоже от чего-то зависит? Есть какие-то там привязки? Наверное, у женщин точно есть привязки к женскому циклу. Да, совершенно верно. Хотя это не является абсолютным противопоказанием, но желательно такие операции делать не во время месячных. Связано это с тем, что в этот период у пациентов повышается кровоточивость, и, соответственно, период реабилитации, нахождение больших синяков и отёков, вот этот весь этот период удлиняется, и никому, в принципе, это и не нравится. И вот гнаться за какими-то очень быстрыми вот этими сроками проведения операции нет никакой необходимости. Потом будет длительная реабилитация. Совершенно верно. Потому что гематомы, потому что осложнение. Чем больше синяки и отёки, тем дольше они будут проходить. Ну вот когда вы готовите пациента к процедуре, я тут вычитала, что обязательно операцию необходимо проводить пациенту, который приходит с сопровождением. Видимо, нужен какой-то уход от родственника в дальнейшем. Как минимум вывести человека после операции нужно, да, из клиники? Нет, конечно, если родственники проявляют заботу о своих друзьях и знакомых, это всегда приветствуется, но вообще это по большому счёту не требуется, поскольку пациенты уходят самостоятельно, их, собственно говоря, ничего не беспокоит. Единственная особенность, необходимая, ну желательно, чтобы пациенты не приезжали на машине за рулём. В этих случаях желательно, чтобы кто-то их встретил, забрал, либо они поедут домой на такси. Раз уж мы с вами заговорили о кровоточивости и о свёртывости крови в этот период времени, наверное, курить нельзя, да, за какое-то количество дней до операции? Вообще курить вредно. В принципе вредно. Да, в принципе вредно. Не секрет, что у курящих пациентов, особенно длительно и много курящих пациентов, заживает всё гораздо хуже, чем у некурящих. Поэтому, конечно, всем пациентам я советую отказаться от этой пагубной привычки. Но, с другой стороны, если человек выкуривает, например, две пачки в день, и ему внезапно сказать, заставить его отказаться от курения, то это будет сопровождаться очень сильным кашлем, что в свою очередь может привести, ну, например, к кровотечению в раннем послеоперационном периоде. Поэтому, ну это, да, это палка в двух концах. Естественно, если пациент приходит на консультацию заранее, предположим, за месяц, за полтора, за два, до предполагаемого срока операции, то в этом случае я рекомендую, если не отказаться, то хотя бы снизить количество выкуриваемых сигарет. А как, вот, действительно, насколько длинный срок между первой консультацией и назначенной операцией? Большая или очередь? Да, всё зависит от, во-первых, от поджелания пациентов, и, во-вторых, от нашего графика. По желанию пациента мы записываем его в ближайшее возможное время. Обычно по практике? Это зависит от сезона, от сезона. То есть, если мы говорим о верхней блефаропластике, которая занимает в среднем где-то 40-45 минут. В исполнении сама операция. Совершенно верно. То мы можем его записать в какое-то в ближайшее время, например, между какими-то двумя другими процедурами или операциями. Если же это верхняя и нижняя блефаропластика, то, конечно, необходимо выделить для пациента около двух часов. Месяц ждать? Два? Сколько? Ещё раз говорю, по-разному. Иногда это бывает 2-3 недели, иногда это бывает месяц-полтора. Ну, как вы сказали, спешка здесь неуместна. Совершенно верно. Давайте напомним, что мы говорим о блефаропластике. И говорим мы в программе «Слушайте доктора» с пластическим хирургом, специалистом медицинского центра «ЭЛАДА» Дмитрием Бушмелевым. Дмитрий Александрович, вот мы с вами уже начали говорить о том, что и сколько времени занимает операция. Вы уже примерно сказали, что верхняя века, например, 45 минут, а круговая блефаропластика и 2 часа может занять. Сколько времени она занимает. А и про нижнее веко вы сказали, что делается разрез либо внешний по ресничному краю, либо внутренний по слизистой. А верхняя-то века как делают? Где там разрез и шов? Верхняя блефаропластика в любом случае делается с наружным разрезом. Перед операцией выполняется предоперационная разметка. То есть размечается кожная складка, которая подлежит удалению. И уже во время операции, согласно намеченному плану, намеченной разметке, производится иссечение этого избытка. И получается, что именно снаружи шов? И получается, что в конечном итоге шов снаружи, но при открытых глазах он располагается как будто бы позади глаза. И внешне практически незаметен. Как долго вообще проходит период реабилитации, заживления швов и рассасывания? И часто ли бывают осложнения? Давайте начнем с периода реабилитации и все-таки восстановления. После верхней и нижней блефаропластики период реабилитации занимает порядка 2-3 недель. Это значит, что за этот период проходят большие синяки и отеки. Это не значит, что это уже окончательный результат. Всех своих пациенток я фотографирую до операции, через неделю после операции и через 3 недели после последнего приема. Получается, через 4 недели после операции. Вообще, глаза же человек открывает сразу после операции, да? И может на себя посмотреть сразу после операции? Может, но... И там бывает, наверное... Это бывает не очень... Для неподготовленного человека это бывает довольно странно видеть такое большое количество синяков и отеков. Сказать наверняка, сколько их будет, практически невозможно. Но, значит, у молодых пациентов синяки и отеки меньше, у более пожилых пациентов они более выражены. Но все вот эти нюансы, они обсуждаются на первоначальной консультации, поэтому, по большому счету, никого это не пугает. То есть, если человек подготовился, именно морально подготовился к тому, что у него будут и синяки, и отеки, то в таком случае, вне зависимости от интенсивности тех или других проявлений, пациент доверяет врачу, и его период реабилитации проходит очень гладко и практически незаметно. Я еще не спросила у Вас. Это все-таки операция под местным или под общим наркозом? Такую операцию можно сделать и под местной анестезией, и под общим наркозом. Как правило, выполняется под местной анестезией. Но в последнее время пациенты довольно часто просят дать общий наркоз. Значит, ну, я вообще сторонник того, что, ну, такого положения, что все, что можно сделать под местной анестезией, надо делать именно под местной анестезией. То есть, ну, наркоз, несмотря на то, что выполняется самыми современными препаратами, какой бы безопасный он ни был, это все-таки наркоз. Наркоз здоровья он нам не прибавляет. Да, действительно, есть операции, которые без наркоза провести невозможно. Но блефропластика – это не тот случай. Это вот чисто психологическое какое-то состояние пациента, да? Совершенно верно. Пациенты не хотят испытывать никаких негативных ощущений. Хотя изначально, всех пациентов я предупреждаю, что будут некоторые неприятные моменты. Таких моментов три. Первое – это анестезия. Сам по себе укол, введение анестезирующего препарата вызывает некоторые болевые ощущения. Второе – это момент выделения и удаления жировой грыжи. Ощущение пациента испытывает такое, как будто их тянут за глаз. И третий момент – это остановка кровотечения с помощью электрохирургического прибора. То есть проявляется это, как правило, в виде очень кратковременных разрядов тока. Все это выглядит так, что не сложнее, чем когда лечат зубы, в общем. Ну, примерно так и получается. Да, и всем пациентам я говорю, что как пациент морально подготовится к этой операции, настолько легко для него она и пройдет. Это, наверное, касается вообще практически каждой операции. Как настроишься, такой получишь результат. Что касается реабилитации и восстановления еще раз. Человек открывает глаза практически сразу. Наверное, накладывается какая-то охлаждающая повязка, как это обычно бывает при гематомах, которых невозможно здесь избежать. И вы говорите, что, в принципе, процесс реабилитации, он длится от нескольких недель до месяца, двух. Сколько может занять? Да, действительно, после операции пациенты находятся под нашим наблюдением. Либо это будет только несколько часов, либо это будет наблюдение до суток. Есть ли общий наркоз? Нет, нет. Даже после операции под местной анестезией пациенты в некоторых случаях находятся под нашим наблюдением сутки. Делается для того, чтобы исключить возможные осложнения раннего послеоперационного периода. Синяки и отеки, как я уже говорил, бывают у всех пациентов без исключения. У кого-то они больше, у кого-то меньше. Чем больше выражены синяки и отеки, тем медленнее они будут проходить. Но в любом случае, через 4 недели после такой операции, какие бы большие синяки и отеки не были, через 4 недели они проходят. Но, еще раз говорю, это не значит, что мы видим окончательный результат. Любой рубец созревает в течение 6 месяцев. На веках, поскольку накладываются косметические швы, этот период немножко короче. Но, тем не менее, многие мои пациенты говорят, что некоторые изменения, продолжающиеся изменения, они отмечают в течение 3 месяцев после блефоропластики. То есть, в течение 3 месяцев они могут наблюдать наличие остаточной отечности, некоторое наличие уплотнений в области послеоперационных рубцов, которые постепенно проходят. Как себя должен вести человек в период реабилитации после такой операции, как блефоропластика? В первую очередь, пациент после такой операции должен выполнять назначение врача. Они заключаются в том? Занятие тяжестей, занятие спортом. Не рекомендуется долго читать, смотреть телевизор, работать на компьютере. Это в первые несколько часов после операции. Надо, необходимо дать себе покой. Длительное охлаждение зоны операции способствует тому, что отеки и синяки будут меньше, чем если бы этого не было. А также назначается курс послеоперационного лечения. И в течение недели пациенты ходят на перевязки, на физиопроцедуры. Какого рода физиопроцедура? У нас есть для этого все оборудование. Специальная физиопроцедура, которая направлена на то, чтобы синяки и отеки быстрее проходили. А косметика? Значит, косметикой я рекомендую начинать пользоваться через неделю после операции. Причем очень важно, что косметика это должна быть та, которой человек уже неоднократно пользовался. Для того, чтобы исключить, свести к минимуму возможность аллергической реакции. Ну, то есть женщинам нужно будет потерпеть неделю. Но вообще ходят в солнечных очках. Я не видела пациентов, которые... Да, неделю потерпеть и еще неделю немножко ограничивать себя вот именно в том плане, что вот, например, при заживлении послеоперационных швов зачастую вот это заживление сопровождается зудом. Вот. И поскольку через неделю никаких пластырей, никаких повязок, наклеек уже нет, а послеоперационный шов еще очень слабый, неокрепший, я всем пациентам рекомендую воздерживаться от каких-то грубых воздействий на кожу век, чтобы не получить расхождение краев, ну и каких-то других ненужных ни пациенту, ни доктору осложнений. Пилинги, душ какой-нибудь прямой, да? Да, 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 совершенно верно. И еще что-то. Все агрессивные косметологические процедуры желательно отменить где-то на недельки, на две, на три после операции. Мы говорим о блефоропластике в программе «Слушайте доктора» с пластическим хирургом, специалистом медицинского центра «ЭЛАДА» Дмитрием Бушмелевым. Повторная операция блефоропластики требуется через какой-то период времени? Потому что мы узнаем, когда мы говорим о круговой подтяжке, например, лица, то мы говорим, что там лет через 6-7 женщины любят повторять, те, кто делает первый раз, вот как-то они так это входят во вкус и делают. А что касается блефоропластики? Практически на каждой консультации мне задают подобные вопросы. Всем пациентам я отвечаю одно и то же. Возврата к исходному состоянию уже никогда не будет. Если появится тенденция к перерастяжению кожи в области верхнего века, либо к появлению жировых грыж в области нижних век, всё равно это будет немножко по-другому. И такая тенденция может появиться через 5-7 лет. Здесь важное значение играет должный уход за состоянием кожи верхних и нижних век. То есть то, что человек сделал такую операцию, совершенно не освобождает его от регулярного посещения косметолога, от подбора, индивидуального подбора косметики для того, чтобы поддерживать кожу в век в хорошем состоянии. Влажняйте петрадь кожу. Да, в этом случае эффект от блефоропластики может сохраниться и в 8, и в 10, а у кого-то и больше лет. Можем ли мы рассказать нашим слушателям о том, какие всё-таки побочные эффекты и осложнения могут возникнуть после такой операции? О чём предупреждаем мы наших пациентов, когда они приходят? Осложнения, конечно. Любая операция несёт в себе потенциальный риск возможных осложнений. Если мы говорим о блефоропластике, то в первую очередь необходимо сказать о кровотечениях. Мы уже говорили об этом, но надо заострить подробнее. Значит, кровотечение в раннем послеоперационном периоде является грозным осложнением и требует экстренного оказания помощи. Это бывает крайне редко, но всё-таки бывает. Для того, чтобы свести к минимуму риск такого осложнения или риск последствий такого осложнения, наших пациентов мы никогда не отпускаем домой непосредственно после операции. Они находятся у нас под нашим наблюдением. Как я уже говорил, до суток в таком случае риск вот такого вот осложнения сводится к минимуму. Второе осложнение, которое в принципе даже и не является осложнением, а является, так скажем, побочным эффектом и, как правило, проходит без следа, но многих пациентов немножко напрягает. Это не полное смыкание глазной щели после подобного вмешательства. Всем пациентам своим на первичных консультациях я говорю об этом, что бояться этого не надо. Что, да, действительно, глаз может полностью не закрываться, но это бывает связано, во-первых, с большим количеством раствора, который мы вводим для анестезии, во-вторых, с сопутствующим отёком тканей. И всё это проходит в течение полутора-двух часов. Крайне редко такое состояние может сохраняться, ну, скажем, 5-7 дней. У меня максимум это было одна неделя, но затем всё прошло бесследно. Это касается осложнения при операции на верхних веках. А если говорить о нижней блефоропластике, то также одним из осложнений является выворот нижнего века. Это звучит зловещие. Да. Значит, связано, если это, связано это бывает с тем, что, вернее, может быть связано с тем, что мы стремимся иссечь как можно больше кожи в области нижнего века. Но, как я уже говорил, этого делать нельзя. То есть, иссякаем кожу очень экономно. И вот даже из этих соображений, как правило, такие операции мы выполняем подместные анестезии. То есть, необходимо, когда мы подходим к этапу иссечения кожи, необходимо, чтобы пациент был с нами в контакте и мог выполнять некие команды. Например, открыть глаза, посмотреть вверх. То есть, в этот момент кожа максимально натягивается, и я могу безопасно иссечь необходимое количество кожи. Пациентам пожилого возраста, которые имеют слабую круговую мышцу глаза, слабые ткани в области нижнего века, всех этих пациентов я предупреждаю, что, в принципе, отхождение века от глазного яблока может присутствовать в их случае. Это даже не является осложнением. Это является побочным эффектом, который проходит в течение 5-7 дней. То есть, связано это бывает как раз со слабостью круговой мышцы глаза, которая в ходе операции еще сильнее травмируется и через какое-то время восстанавливает свой тонус. Я даже читала, что есть специальная гимнастика, да, которая обучает пациентов, чтобы восстановить тонус мышцы кругового. Пациентам, у которых мы можем предположить риск такого состояния, всем пациентам назначается гимнастика для верхних и нижних веков. Ну, у нас время программы подошло к концу. Мы говорили сегодня о блефаропластике. И, конечно же, невозможно не задать такой вопрос. Как сделать так блефаропластику, чтобы в итоге не быть похожей на актрису, которая вот была красивая и любимая со своими глазами, потом после блефаропластики на себя не похожа? Да, дневник Бридженссон все прекрасно помним, потому что замечательная актриса, которая там играла, и что с ней сейчас стало, она вызывает много дискуссий. Как избежать такой ситуации, когда сам на себя перестает быть похожим человек? Значит, чтобы не разочароваться в проведенной операции, необходимо, во-первых, реально оценивать исходные свои данные, состояние своего здоровья, а также правильно выбрать хирурга. Хирурга. Знать меру и правильно выбрать хирурга и слушать его. Совершенно верно. Выполнять все рекомендации. Потому что сделанная операция – это еще не окончательный результат. Очень важен период реабилитации. И если в период реабилитации мы грубо нарушаем рекомендации врача, все наши труды, все наши переживания, старания, они могут быть сведены, но нет. Ну, а если вы слушаете доктора и четко следуете его указаниям, то новый, молодой, открытый взгляд, он практически на ближайшие 10-12 лет вам гарантирован. Я думаю, что да. Спасибо большое. Мы напомним, что говорили мы сегодня о блефоропластике с пластическим хирургом и специалистом медицинского центра ЭЛАДА Дмитрием Бушмелевым. Приходите к нам еще. Спасибо. Всего хорошего. Продолжение следует...